Добрый вечер, уважаемые зрители! Не обошлось и в этом году. Уже по официальной статистике только за неделю, насколько мы знаем, уже 7 человек утонуло. Вот в чем причины основные, почему это происходит и каковы основные причины того, что люди тонут на море? К сожалению, конечно, эти факты имеют место быть. Поэтому 23 числа в Каспийском море, в поселке Хазар, в Тербинском районе, утонуло 4 человека. Это, можно сказать, целая семья. Гаджиметов Таймураз Демирович, 65-го года рождения, также его родственники, племянники. Трое детей, получается. Это послужило неблагоприятные погодные условия тоже. Это также купание в не оборудованном, не санкционированном месте. То есть они купались, получается, не предназначенным для пляжа месте? Да, где нет спасательного поста, нет никакого оборудования. Это такое, как можно сказать, не санкционированное место купания для проживающих. Там дачи расположены, и там люди купаются в не санкционированном месте. Короче, нет условий. И тому там часто появляются риповые явления. В тот день именно было такое течение, которое послужило причиной этой гибели. Люди не сфориентировались, запаниковали, видать, и получилось. Сейчас спасательная операция продолжается. Организован был спасательный штаб по главе начальником главного управления, генерал-майором Казима Гамедова. Там же заместитель, руководитель, два заместителя присутствуют до сих пор, находятся. 70 человек задействовано от МЧС. У тела всех до сих пор не найдены. Да, двух человек найдены, двух человек еще не найдены. Девочки вчера нашли, сегодня штормовая погода. На временном море спасательные операции, поисковые мероприятия прекращены временно. Но на берегу продолжается. Работают квадроциклы, плавсредства были привлечены. 7 плавсредств были привлечены, квадроциклы, техника, все были в боевой готовности. Но мы делаем все возможное, чтобы найти. Во-первых, мы понимаем, что это, конечно, трагедия для родных, близких. И для нас это неприятный факт тоже. Но что делать? Так оно бывает в жизни. Ясно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы в Вечаем онлайн-режиме все интересующие вас вопросы. Нашему уважаемому эксперту можете писать на номер WhatsApp, который видите у себя на экране. И все же, оставив вот этот частный случай, основные причины того, что человек тонет на море. Можете назвать какие-то основные причины? Ну, конечно, это уже, как бы, по аналогии уже 20 лет есть статистика, как бы, да, которая проводится. И ежегодно одни и те же причины – это купание в нетрезвом состоянии, в состоянии алкогольного покинения, в несанкционированных местах, в необорудованных местах. Это основные из тех причин, которые вот являются этими делами. Купание, наверное, во время волн. В штормовую погоду. Это неблагоприятные условия для штормовой погоды. Да, вот сейчас самое предупреждение, но все равно люди стараются кто-то искупаться, показать свою храбрость. Но море не прощает этих ошибок, которые мы допускаем. Для этого разработаны всякие правила соблюдения поведения на воде. Есть постановление правительства Республики Дагестан, правила охраны жизни людей на воде номер 217-14-2017 года. Да, там все расписано, как должно это быть, как должен оборудован быть пляж и тому подобное. Вот об этом. Я правильно вас понял? В основном люди тонут на неспециализированных, на местах, не предназначенных для пляжей. Правильно? Да, да. Вы правильно поняли. А какие требования вообще к пляжу как таковому? То есть что в понимании закона называется пляжем? И вообще есть вообще в Дагестане у нас пляж? Пляжи есть, да. Есть, но очень мало, которые оборудованы, они соответствуют всем предъявляемым требованиям. Нашими инспекторами, например, заблаговременно до начала купального сезона всем владельцам водных объектов, главам муниципальных образований рассылаются письма о своевременной подготовке водных объектов к купальному сезону. Что это включает? Это требуемое, кроме разрешительной документации, это проведение водолазного обследования дна водоема в границах заплыва, чтобы исключить, если там будут коряги, якоря, режущие инструменты, бетонные конструкции будут разные бывают, чтобы очистить его, чтобы человек не поранился. Второй пункт, это обозначить границы заплыва буями оранжевого цвета на расстоянии 25-30 метров друг от друга и от глубины метр 20 на глубину 25 метров тоже, чтобы человеку дать визуально понять... Что дальше заплывать нельзя. Да, время, ну, границы заплыва, чтобы он мог рассчитать силой и заплыть, и приплыть, чтобы там это... пляж оборудуется в том месте, где нет водоворота, с пологим спуском, да, нет сточных сбросов там и тому подобное, да, место должно быть спокойно. Потом нужно оборудовать детские купальни для детей до семи лет, которые обозначаются штакетным забором, либо оборудуются специальные купания. Есть такие у нас заборы штакетные? Нет. Вот один пляж есть, где есть такой? Нет, к сожалению, нет вот таких моментов. То есть детьми вообще на море не рекомендуется эти, получается? Да, ну, не рекомендуется, просто для них не созданы условия. Другое требование – это обеспечить всех отдыхающих навесами, да, от жары, потому что долгое время на солнце это шревато тоже в здоровье приносит, да, обгорает, люди, получается, покрываются волдырями, поэтому долго на солнце нельзя находить. Людям надо создать условия, чтобы они могли посидеть в тени. Кроме того, что песок должен быть чистый, на мойке должны быть достаточно, душевые кабины и раздевалки. И, по-моему, наглядная агитация о правилах безопасности поведения на воде. Вот об этом нет на пляже, я, по крайней мере, этого не видел, может, они есть, но не замечал информационные стенды, где человек, приходящий на пляж, мог бы получить всю необходимую информацию, в том числе информацию, наверное, о том, как себя обезопасить. Правильно. Конечно, вот люди, владельцы особенно водных объектов, они как-то несерьезно относятся к этой проблеме и считают, что это несерьезно. Но нашими инспекторами постоянно раздаются брошюры, информационные материалы, стенды, наглядная агитация, как это надо оборудовать. То есть это вы прямо на пляже проводите эту работу? Да, мы проводим ее. Сейчас у нас передвижной пакеонный комплекс есть, который выезжает на пляжи через электроны и рупоры и формирует население о правилах поведения на воде. Это на загородном пляже, городском пляже, в Избирбаши, она все время проводится, еженеделя, один раз в неделю, на одном из пляжей она проводится и выезжает от машины с инспекторами, с разъяснениями правил поведения на воде. Вот в случае Дербентия, Евгений, как бы неприятно было об этом говорить, вот разве он не говорит о том, что все-таки пора бы создавать условия и в том числе для детей? Почему? Потому что человек пришел отдыхать и трое детей, самому младшему было 7 лет, старшему ребенку, утонувшему, было 14 лет. Не пора ли создать? Неужели это такое затратное дело, создать соответствующие условия для того, чтобы дети могли отдыхать на море? Вот по долгу своей службы, как говорится, приходится общаться с владельцами того объекта, да? Они вкладывают... Но это в основном частные объекты, правда? Да, это в основном частные объекты. Сейчас вот таких промышленных объектов, заводских объектов не осталось, один очень мало, сейчас в основном частные. Вот из старых времен эта турбаза «Прибой» в Избирбаши находится, которая, ну, с советских времен еще находится, но она, надо сказать, она соответствует почти на 100% всем требованиям. У них есть и спасательный пост, спасательный, аттестованный спасательный, у них границы заплываются. Они все мероприятия проводят, у них все, вот, как бы, очень достойно, достаточно высоком уровне сделано, это прибой. Что включает наши требования, которые мы предъявляем у владельцев водных объектов? Давайте. Это, как бы, помимо того, что мы говорили, это ограничить границу заплыва, да, вышевые кабины, зонты, нужно оборудовать спасательный пост, где должны быть обязательно минимум три спасателя, аттестованных спасателя, имеющих оказывать практически доврачебную медицинскую помощь. Да, решил бы оказать помощь утопающим. Оборудованный медицинский пункт, что должен быть врач, который умеет оказать первую медицинскую помощь при утоплении. То есть, спасательный пост, это соответствующая будка и обязательно минимум три спасателя в ней. Да, который наблюдает за положением, за поведением отдыхающих на воде, да. Это является требованием, либо это пожелание? Это обязательное требование. Но почему же не соблюдается? Вот это вот не понимаем владельца, мы со своей стороны выписываем предписание, составляя административные протоколы, но это, видать, наказание не столько чего. То есть, дело на этом и заканчивается, на выписание. Мы постоянно над этим работаем, почему-то не знаем, затратно это сделать, обучить спасателей своих на время хотя бы три месяца. Но такая тенденция есть, этот факт имеет место быть. И вот по этой причине, например, наши инспекторы не дают акт о готовности водного объекта к эксплуатации, потому что у них не оборудованы они спасателями, медицинским продуктом даже. Бывали, наверное, случаи, что и на этих пляжах люди тонули. Неужели и это не заставляет задуматься человека, что о необходимости создания вот этого спасательного поста? Ну вот как раз в тот же день на Дагестанском Махачкале, в районе Махачкале, где спасатели спасли двух мальчика и девочку, тоже спасатели ведомства дают наглядный пример тому, что они часто используют даже свои транспортные средства для оказания вот такой помощи. И она вот, дельфин, я знаю, что в этом направлении правильно работает, она держится таких ребят, спасателей, которые оказывают уже несколько случаев, когда они оказали первую помощь. Это, получается, единицы баз, которые работают в таком режиме? Ну да, к сожалению, да. К сожалению, да. Сейчас вот новый появляется, очень хорошей отделкой и фасадной частью, да. Но спасателям они категорически отрицают это дело. Вот прошлогодний случай, когда в избирьбаши вот это трое девочек утонуло, когда семья тоже, есть там такие гостиницы, как «Румина» и «Кассиопея». Они вот как бы используют берег, но вкладываться в берег не хотят. Не хотят делать своих спасателей. Говорят, что берег не наш, якобы им должно быть распоряжение, как они говорят, чтобы им было, относился он к ним. Но это неправильно такое, если владелец, который в первой части находится, в первой линии, да, он обязан создать условия для всех, все условия для требования безопасности, безопасного поведения на воде, да, как бы, да. Вот вы сказали относительно буйков. Вообще, где у нас буйки есть? На каком пляже у нас буйки есть? То есть, они размещены, что вот люди могли видеть, что дальше заплатят. На городском пляже у нас есть буйки? Ну, они, по крайней мере, были, но их всякая причина, которая, они говорят, их сносит течением. Но почему-то вот на нашем пляже они все время стоят. Очень странно, на центральном, на городском пляже нет буйков. Кто должен за это отвечать? Вопрос возникает. Владелец водного объекта, это пляж, директор пляжа. На него составлен, я насколько знаю, административный протокол по этому поводу. Получается, они просто выплачивают штраф и дальше продолжают, в том же духе, рискуя жизнями. Ну, понятно, как если взрослый человек может спасти свою жизнь, но ребенок... Ну, на городском пляже просто, благо, находятся спасательные подразделения республиканских спасателей там, да, дислоцируются. И они обеспечивают там безопасность в этом плане. Но это не снимает всех ответственности, как бы, и организацию пляжа, установку буев и других мероприятий, которые должны быть. Не знаю, мы надеемся, что после случая в Дербенте хотя бы на эту ситуацию посмотрят немножко по-другому. Соответствующие надзорные органы, правоохранительные органы и придадут соответствующие... Ну, призовут к ответственности вот этих частных владельцев, которые, ну, откровенно говоря, халатно относятся к жизни, обеспечению безопасности тех людей, которые отдыхают у них. Получается, они создают условия внутри, но пляж у нас, видимо, в список предлагаемых услуг, пляж просто не входит, получается. Да, как это само собой предлагается, как бы, да, они, ну, туда внимания не уделяют. Она, как бы, не отложена, она идет, как бы, атрибутом этого гостиничного комплекса, но, как бы, внимания им они не уделяют. Считают это затратным делом, потому что спасателям надо, естественно, платить, их содержать надо. Так, ну, пойдем далее. Вот мы говорили о этих трагических случаях, и, наверное, сейчас немножко поговорим о том, как вообще себя, вообще, почему происходит. Наверное, потому что, ну, основная причина, потому что, наверное, наши люди просто элементарно не знают, как себя вести на море. И, ну, у меня возникает справедливый вопрос, где они, если, допустим, на пляже эта информация не предоставлена, нет соответствующих стендов, человек не услышал, там, допустим, какой-то краткий экскурс, вот, спасатели не провели на море. Где человек вообще должен эту информацию получать? В школе, в вузе, я не знаю, в турфирме, через которую он приезжает отдыхать? Или где человек может получить эту информацию о том, как себя вести на море? Естественно, образование, оно начинается со школы, и мы вот, как бы, в плане разъяснительной профилактической работы, наши инспекторы, вот, в каждых школах, да, по мере охвата этих школ, проводят лекции, беседы по, вот, как раз-таки, по этим мероприятиям, по охране жизни людей на воде, по профилактике, да, какие требования предъявляются к этим водным объектам, как надо вести себя, проводится у нас акция, ежегодная акция «Научись плавать», где наши сотрудники, инспектора Гимса, например, да, показывают, как надо плавать обучающими, с инструкторами, да, показывают детям, вот, в лагерях правила плавания, да, как и разъясняют все правила поведения на воде, как вести себя в случае утопления, какие признаки бывают, ну, разъяснение, это должно быть, конечно, со школы, все эти мероприятия проводятся, ну, и потом, и, конечно, со студенческой скамьей, и дальше, и по свидетельной жизни, но мы и по телевидению проводятся, это мероприятие так проводим, и агитационно-профилактические мероприятия, но это, конечно, не достаётся, человек сам должен сам образовываться, как бы, да, понимать всю опасность, да, нарушение правил безопасности, а приводится это всё к трагедии. Это элементарное всё, вот, когда не купание, штормовую погоду, да, это же вроде просто всё, когда штормовый погода. Нет, горячие дагестанцы должны пойти соревноваться с волной. Да, вот они соревнуются, показать свою храбрость или там, что он может, такой-то шторм переплыть там или куда-то что-то сделать. Это приводит к, конечно, печальному. И, конечно, состояние алкогольного пьянения, он всегда это приводит к гибели, потому что есть правила, которые это там, он недооценивает свои силы, начинает плыть туда, когда не рассчитывает свои силы, и, конечно, печальный исход получается. А вот, дорогим, вы до эфира говорили, что чаще всего тонут жители, приехавшие, то есть гости, да, не те, кто проживает непосредственно у нас в республике, а те, кто приезжает сюда в гости. Ну да, очень печальная стратегия, но вот у нас гости из Чеченской республики, Кабардино-Балкарии, других республик, соседних республик, они на летний период очень много количества приезжают к нам на берег, побережье. Конечно, они допускают себе вольности, и поэтому они или не знают порядок поведения на воде, море, они, может, в речках купаются там, а море, у них свой нрав, как бы, да, не рассчитывают сюда силы, и вот, к сожалению, статистика таковала, что большая часть чеченского населения здесь погибает здесь, у нас на море. Приехав отдохнуть, и получается вот такой неприятный факт. Они в штормовую погоду ходят, бывает, попадают так, что не рассчитывают на свой отдох так, что попадают на штормовую погоду, а искупаться хочется, и вот они любой ценой хотят исполнить свое назначение, свое приезда, и не искупавшись, не уехать. И вот зачастую так и получается, что трагедия. Ясно. Ну, если говорить уже о непосредственно, вот представить себя, что вот мы на море, вот что может произойти с человеком на море? Давайте немножко об этом поговорим. Ну, на море... Какие риски существуют? Риск, это, прежде всего, вот есть рекомендации, мы это разработали, да, вот, как правило поведения при купании, да, купаться только на оборудованных пляжах, санкционированных пляжах, которые провисли техническое освидетельство в ГИМСе, да, получили акт освидетельствования и разрешение на эксплуатацию. Ну, а где можно получить информацию в таких пляжах? То есть, как человеку узнать? Это, ну, можно, это визуально будет видно, если вы видите, что установлен в БУИ, есть спасательный пост, да, есть медицинский пункт, там это же можно элементарно узнать, что есть ли у них акт, владельцы спросить, акт технического освидетельствования, вы прошли, не прошли, да, он должен быть вывышен по большому счету на стенде, что у них есть акт такой, да. Вот в этих местах, где есть спасательные посты, где вы знаете, что уверены, что у вас могут вам оказать помощь, да, это просто наглядно осмотреть и осмотреться, да, не там, где вот никого нету, за городом, где никого нету и спасателей нету, никого нету, никто не может оказать помощь. Потом, если нет поблизости оборудования, то пляжи, нам бы оказались, надо выбрать безопасное место, да, для купания, чтобы не было крутого склона там, да, берег был пологий, ровный, без камней, там, и ушибов, то-что, только в таком месте купать, без течения, сильного течения. Потом купаться, время купания лучше, конечно, утром и вечером, ну, начиная с трех до пяти минут и потом увеличивая до 15-20 минут, чтобы не было перегрева, да, что нельзя доводить себя до, вот люди часто, особенно дети, купаются до последнего, до посинения, как бы, да. Да, не выходят из воды, да, не выходят из воды, как кажется им, что там тепло, они уже до озноба доходят. Этого нельзя делать, потому что это может вызвать остановку дыхания и тому подобное. После того, как покупались, надо принять такие подвижные игры, под ментом поиграть, в волейбол поиграть, да, чтобы разогнать. То есть, чтобы тело разогрелось. Да, разогрелось, да. Не входить и не прыгать в воду после длительного пребывания на суше. Часто бывает вот люди... То есть, если человек долго загорает, ему не журнал. Перегретый бывает, и он бежит сразу с разбега, начинает купать. В это время автоматически сосуды сужаются, да. Ну и могут быть судороги. Да, спазмы, да, судороги может вызвать, да. И резкое рефлекторное охлаждение может вызвать спазм, и, может быть, это остановка выдыхания может вызвать, да. Не входить в воду, там, в состояние алкогольного опьянения. Потому что там рефлекторы головного мозга, сосуды сужающие, да, расширяющие головного мозга, они, как бы, находятся в расслабленном состоянии и блокируются. Ну и, естественно, другой, который этот, не заплывать за быки, которые есть ограничения заплыва, но человек может не рассчитать свои силы. К сожалению, буйков нет, поэтому у нас ребята плывут до последнего, до Казахстана. Да, можно, бывает, когда мы рейдуем, даже патрулируем, проводим патрулируем, встречаем людей за километр, за полтора километра. Спрашиваешь, ну, куда вы плывете, а что, нельзя, что ли, говорит. Полтора километра заплывает. Да, и еще успеют, бывает, готовы ругаться с нами, да, спорить там. Ну, естественно, когда вы, если оказались так, заплыли далеко за буйки, там, или там, ну, уметь, конечно, плавать на спине, уметь отдыхать, расслабляться, чтобы, да, чтобы восстановить свои силы, бывает, чтобы рассчитать свои силы, бывает, там, течение унесло или как там, да, не паниковать. Вот эти небольшие рекомендации, которые могут ваш отдых сделать приятным и полезным на берегу. А вот если представить себе трагическую ситуацию, вот человек тонет, как себя вести утопающему и как себя вести тому, кто его спасает? Почему? Потому что, вот, насколько я знаю, и вот статистика такая, что в большинстве своем люди тонувшие, это были, утонувшие в итоге, это были те, кто шел спасать. Ну, естественно, да, утопающий, он находится в панике, он охватается за каждую соломинку и что-то, что-либо окажется рядом. И он старается, если человек подплывает к нему, он старается взобраться на него как можно выше. Охватиться. Да, охватить, тем самым его привести, погубить его, и сам погибнуть, может, и его. Поэтому к утопающему надо подходить всегда сзади, чтобы он не смог его охватить, да, да. Там, ну, его, ограничить его движение, чтобы, если он уже в сознании, то надо его поднять, чтобы уходить сзади, ну, выше воды, чтобы надо, и боком надо иметь, вот это, подплыть к берегу, да. Ну, и самое главное, не паниковать. Не паниковать. Это, если, единственное, конечно, самое главное, это не паниковать, расслабиться, оценить обстановку. Если вас, ну, с течением, надо не терять силы, там, плыть против вечера, надо расслабиться и пойти по течению, и наискосок уже плыть к берегу. Люди стараются переплыть это течение, тратя свои силы, и уже не хватает сил, дальше они тонут. Поэтому не надо плыть против течения, надо расслабиться и пойти по течению, наискосок, и потом приплыть к берегу. Если под рифовое течение, если вы затонули, там, да, нужно будет набрать воздуха и отпрыгнуть, коснуться дна и открутить в сторону от этого течения. И вынуждать уже, когда где нет течения, и спокойно этот, приплыть к берегу, да. Ну, и последнее, вот буквально на днях мы получили сообщение о штормовом предупреждении, чего нам ждать, опасаться, Ирагим. Да, сегодня, вот, вчера было предупреждение, порывы ветра до 17-18 метров в секунду, да, что она подтверждается. Сейчас, сейчас на море шторм идет, 4-5 баллов уже, вот это, из-за волны полтора метра. Да, поэтому в такую погоду, конечно, категорически купаться запрещено. Потому что сейчас, июль-август, начинается рифовое течение, поэтому это, когда обратное течение затягивает воду, как бы, вот, многие говорят, чувствовали на себе, что земля уходит из-под ног, течение верхнее одно, нижнее другое, вот, как бы так. И многие, вот, очень часто попадают под эти течения и тонут. Поэтому сопротивление всегда, июль-август, это всегда, вот, такие печальные для нас месяцы, где большинство гибнут у нас на воде, у людей. Ну, я думаю, сегодня наши телезрители получили огромное количество полезных рекомендаций того, как себя вести, как не паниковать, как вести себя на море в случае, если оказались в критической ситуации. Пользуйтесь этими рекомендациями, изучайте, смотрите, обращайте внимание на тот пляж, на котором вы купаетесь. Прислушивайтесь к мнению экспертов, специалистов, и тогда вы обезопасите себя. Берегите себя. Это был открытый разговор. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин